Так, всем хай, с вами Геракл, записываю NL50, играем 6 столов, обе игроки у нас темно-синенькие, погнали. Толики сейчас плюс-минус средние. Прошлая сессия не удалась, я дважды в тузов упоролся, еще там что-то, короче, в ноль отыграл, попарывался. 9-4 за первым стил, потому что манифест полдит очень много на стилы, помню. Если он 3-бетит, спокойно выкидываем. Да, вот видите, он фолдит 52. Это очень много, можно стилить, в общем-то, с Any Tool, если есть желание. Если он совсем не будет аджаститься. Так, все, в эту сессию постараемся уже. Нормально играть, то было первое. Разминочная сессия за день. Будем более сосредоточенно катать, не будем. Вставляться против тузов. Так, один хобби игрок жирно ушел. 5-го стола, остался там один. Но он тоже достаточно неплохой, так что посидим. Там 10 я тут заколирую, на BB сидит наша цель. Тут я выбираю между колом и чекрейзом. Наверное, кол. Спарка нас, конечно, пугает, но не так, чтобы сильно прямо. Поставили на ревере, 115%. На рейс мы их, естественно, будем фолдить. Завага там опять своими сайзингами. 4х. Делает три байта, ну ладно, спокойно. Все, фолдим на такой сайзинг. Кроме того, с чем мы будем выставляться. Он просто максимизирует свое преимущество позиции, но если мы оверфолдим, то не даем ему этого сделать. Так. 8 за шестым. Мы тут стилем. Райд колда. Я тут с атаким 2х вместо чеккола лучше поставлю цбет. Работало. Я не так часто СБ на ББ ставлю цбет, так что регуляры фолдят достаточно часто. Цбетками. 2 барреля и смотрим, что произойдет. Ну, он сразу выкинул. Окей. 10,6 мы не защищаем. 10,6 столика. Так, столиков хватит. 10,6 Продолжение следует... 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 Так, 6-8, конечно, 3-бетим за первым. Оппонент выкидывает, отлично. Туз-2 мы, конечно, тоже 3-бетим. Так выглядит, будто я его постоянно 3-бетчу, но все просто по спектру. Так получается. Так, 6. Назадчик фолдил. Если я там не поставил c-бет, то у меня всегда чек-колл практически в такой флоп. Он поставил большой сайзинг. Я просто скинул 2-3 там, это большой сайзинг. На стандартный сайзинг я бы, наверное, заколлировал все-таки. Завага. Что, король 10 мы заколлируем все-таки? Давайте. Может я хоть раз против него, да, хитну, флоп, ну, терн, флоп, терн, ривер. Что поставим? Поставим где-то 8 долларов, да? Нет, 9 поставим. Достаточно. Так, отличная карта ривера. Комбо дро у нас за пятым. Он продолжает ставить большой сайзинг. Ну, как я могу выкинуть комбо дро? И тут мы вообще будем его саммит тонк. Он зарядит и выкидывал. Я просто не думаю, что он тут будет блефовываться бет. Ну, либо даже вылюбодить туз валет он тут точно не будет. Ну, и может быть он с анимином хоть иногда там оплатит. Это, конечно, маловероятно, но... Может быть... Если уж мы большой сайзинг на терне там калируем, то мы должны добирать. Иначе наш кол на терне сатановится автоматически. Минус-словом, если он всегда чекает свой туз-икс, а сатави только в фалаше плюс, ставил бы он на терне сатандартный сайзинг, небольшой. Можно было бы и не особо на реверре лидить, но так... На большой сайзинг обязательно надо. На каждую раздачу что-то кладут. Субтитры создавал DimaTorzok Хобби игрок в ситауте за четвертым. Тоже ставим галочку. Да, Завага там свой классный сайзинг использует. 3-бет практически в 4х, имея позицию... Ладно, выкину 9.5 в этот раз. 5-бетерки мы зайдем. Задешево. Задешево. На флапе GetShot. Сейчас он поставит очень маленькую ставку. Нет, он даже вообще чекает, да? Значит, я поставлю плотно и смогу на ревере поувербетить. 7-бетерки 3-бет. Не хочу коллировать. Против нормального чувака без позиции. OpenRace у него 16, так что... Нормальный там 3-бет. 10-8. Ой, с королями откроемся в 4х. У этого чела колл-упен. Широкий. Так, что он там? На флапе смотрел, что против него можно делать. Тут, я думаю, буду просто ставить. И на терне, если выкинет 1-кадью, я могу чекрезить. Порт не такой. Ну, тут мы просто ставим 2-баррель. 7-ка. Я тут, думаю, чекну, заберу. Сложно десятку тут валюбетить. Мы часто просто сами себя валюбетим. Так. Он расстроился, делает. Плотный openRace, завага, чекрейс. Несколько размеров банка. Ок. Без проблем, несколько размеров банка. Продолжение следует... Дама 2 мы хотим поиграть. Ставим стандартный бет. Если усиливаемся, то ставим дальше. Но он вообще играет рейс. Забирай. Продолжение следует... Забирай, братишка. Так и хобби игрок вообще ушел. Все тоже уходят. Будем искать новый столик. Благо их сейчас достаточно. Я сажаюсь в стол из Players Flop. Сейчас где-то от 10. Субтитры сделал DimaTorzok Мне осталось набить два сундучка, чтобы апгрейдить их. Это было бы очень неплохо. А матрица коллировал. Можно отребетить. Он нам настолько часто отдает банки, что... Не вижу смысла... Ничего делать там никогда. Ничего делать там никогда. Сначала играет VVSF 40. Чувак. То есть он за банки не борется вообще никак. Не попал, отдал. Так, мы уйдем еще с третьего стола. Тут чувак 26 на 14 как какой-то нехороший. Пусть не будет вишрягом. Так, что, есть еще столы посажаться? Нет, нет. О, а тут 12 человек в Эклисте. Ладно, сядем. Киборг. Тут чел с ником Киборг через К. Я, конечно, за вторым не хочу открываться с баттона. Два с половиной. Когда на большом лайде. Я бы советник. Но тут чел с большим колопоном. Я хочу с ним банк большего размера сыграть. Одновременно. И не хочу открываться. И хочу большим сайзингом. Так. Байтлисты посажались. И есть, что? Так. Сус 4, восьмерки. Обе этих руки мы разыграем. Сус 4 колл. Однозначно. Супер братишка. А тут неприятно. Сначала много трибетит. Вообще неприятно. Сус 4, зато мы хитаем две пары. И я тут буду жестко вылюбетить. На вот это не буду, обращайте внимание. Вылюбетить братишку. И терн, если не пикушка падает, я ставлю овербет. Если, конечно, джамбо фолдит. Так, девятки сквиз. Король. Что он чеколит на такой большой сайдинг? Сет тузов, что ли, только? Или FD еще? Да, там FD могут быть. Ну, ладно. Я легко там сдаюсь, мне без равенца вообще. Так, здесь. Девятками мы хотим поставить, конечно же. Там чел отжал у нас банк. Видимо, у него реально был сет тузов. Иначе такой розыгрыш смысла никакого не имеет. Чек в супер хобби игрока. Но я такого даже и с тузами бы всегда ставил. Пусть пять мы изолировали, да? Сухой флоп. Ставим мелко. Чек, чек. Семерки. С валетами. Думаю, чекола. Пара достаточно сильная. Так, тут чел нас. Рейзит. Одну улицу. Кул. С валетами натернивали в этой. Чекнем на ривере. Так, чек. Ну, ладно, чекаем. У него там должен быть голый воздух вообще. Ну, либо туз с чем-то. Ну, нет, там не ожидаю я никогда блефа. Я сам там спокойно чекал behind turn. СФД, так что нет. Там укол мне не очень нравится. Мне там только играть через рейс. Ну, через рейс можно было сыграть, да? Вполне. Баксов до 12. Чтобы дешево и сердито. Чтоб он выкинул там свой туз икс. Да, думаю. Нормально. Терн я совершенно не должен там ставить. Так, 20%. Король действия по 3-бетчу. Просто с тем, чтобы сыграть с ним 3-бет пот. Он фолдит в 48-67, да? Давайте я тут поставлю пол пота, большой c-бет. Пусть он по выкидывает. У нас еще есть и бэкдорки, если он заколирует. Пусть он выкинет там туз валет. Окей, он колирует. Десяточка. Отличная карта. Теперь, если он ставит, мы играем инстакол. 17 неприятно. Но агрессия ривера у него достаточно большая. Ну и после такой люинии у нас чаще всего туз икс. Да, туз валет. Не выкинул он все-таки на пол пота на флопе. Здесь дама 10. Без нормальных бэкдоров я буду выкидывать. Без бэкдор стрейта. Ну чел там немножко. И гоу сайлинг выбрал то, что он чаще по такой линии у меня вот что-нибудь такое слабое. Хай карта. И он против хай карты зачем-то ставит овербет. Может быть я бы его и на туздаме бы вскрыл там. Потому что плюс-минус одинаково у нас руки. Ну что? Мне десятка доехала, что рука типа туздамы. Они плюс-минус одинаковы. С дамами мы тут против хобби игрока. И без разницы что-то топ сетборд. Супер. Дровяной ставим. Много. Две трети поставили. Забрали. Отлично. Против хобби игроков и не должны там затесняться ставить даже топ сет. Потому что у них может быть куча всякого мусора, с которым они вас все равно заколируют. Они вынуждены играть не только топ-пары, а и вторые пары. Потому что у них в коле полколоды, они вынуждены там играть. И младшие пары, и бакдор флаши. Туз хай. Да, я его помню. Я зимой с ним постоянно рубился с этим. Справа от га. Если он справа от меня, он нормально заливает. Так, все. 7-4 выкинул. Дальше уже буду 3-бетать, а то Лу-Лу тут стилит много. Там пасад офигенно сквизит. Он, видимо, рассчитывает на хобби игрока. Минт 3-бет. Мы, конечно же, на валет 8 заколируем. Флоп 0 и 8-ку. Сейчас будем смотреть по его сайзингу. Если дикий сайзинг, то я и на флопе даже могу выкинуть. Полпота еще колд. Если он ставит в второй баррель, я выкидываю даже на полпота. Там пара строк уже у него нету. Не-не-не. Я тут скидываю на терне. Легко причем. На терне, на таком, не усилившись, он точно не будет ставить никакие там ни туз король, ни туз даму, ни король даму. Он будет ставить только пары. Ну, всякие еще FD-шки, но все равно по минт 3-бете, мне кажется, у него больше сильных рук. Шаринган. Дикий сайзинг. Что мы делаем? Выставляем его, конечно. Что еще делать? Поехали пихаться. Давай, чувак. Туз 6. Туз 6 это кол. Долго думал, что. Слов ролил? Нет? Нет. Не слов ролил. Тузов. Отлично. Туз 6 мы платили, поймали свой сильный бэллибастер. И он на терне играет чок-кол. На ривере мы должны поставить плотно. Думаю, вот овербетик подойдет. Да, заколлировал. Здесь чел дончит. Так, девятки чел коллируют. На терне у нас OSD. Нам ставить не надо. Ну и тут тоже у нас колла нету с девятками. Так, с десятками мы коллируем и готовы выставляться. Если что, с вот этим, если он вдруг захочет. Но нет. Четверки лоим сет. Мы, конечно, чекрейтим. Против слабого игрока всегда. Десятки. Вот идеальная карта Туз. Она тут нас совершенно не пугает и его даже усиляет. Король. Ну. Король нормально тоже. Пускай роль отлично. Десятками. Ужасно, что у нас не десятки, а не восьмерки, например. Да, восьмерки даже. Или семерки было бы сильно. А, нет. Хотя мы бы тут проигрывали, да. Ладно, да. Мы все блокируем. Нечего думать. По сути, мы там только ФД бьем. Но мне кажется, он бы... Навряд ли бы лифовал с сайдингом полпота. Он бы лифовал сайдингом больше. Наверное. Да. За Вагасом и, конечно же, трибетим с валетами. Как же вы мне дороги. Таку, ехо. Ехо, МК. Вот как раз вот такие руки. Тут я поставлю. Сабэт, но буду аккуратно играть. Так, а зачем я чекнул терн? А кто его знает? Да, вот я зачем-то чекнул терн. Сейчас вообще... Сейчас мне нужно будет думать... Ну, он просто не блефовывает, да. Вот зачем-то чекнул терн. Флоп. Дама 10. Дама. Ну, колтюш. Да. Пришлось, блин, думать. Просто ставка по терну и все. Так, тут 4 чекнули behind. Неплохой терн. Мы, конечно же, тут играем колл. И чекаем на ривер. Там опять поставили CB, тут 6. Ну и все. Это борт настолько подходит нам, что... Так. А мы поставили CB и дальше отдаем. Чекнули с неуязвимой рукой. И чел на терне ставит большого размера ставку. Чел супер пассивный. Я тут сдамся. Чел просто настолько пассивный, что кроме туза и валета там... Он ничего не будет ставить. Ладно. Что-то просто много экшена слишком. И приходится еще за чем-то думать. Сам не совсем идеально играю. Из-за этого еще думать надо. Вот играешь ты идеальную линию, если, то тебе не приходится думать. А линия сама играет. А вот если ты играешь Так себе линию, то У тебя возникают сложные ситуации. Может быть, это, конечно, иногда и плюсовые, но... Все равно я считаю, что тут... Не нужно так делать. Загонять себя в сложные ситуации, чтобы... Потом типа, ой, я молодец. Нифига, ты не молодец. Ты наоборот. Так, тут у нас дипстеки, да? Вот что за сайтинг. Ну, у него тупо ЦБТ 88, что я не могу флоп выкинуть. Ну, короли тут играются. Сами ничего сложного. Туз валет, натерни уже легкий фолд. С королями мы просто чекаем. В надежде, что выиграем девяток. Да, вот что-то такое выиграли. Он их не стал превращать в блеф. Посмотрим, что у него было. Да, 6-9. Буби, видимо. Уважает чувак Буби. Сейчас заколлировал наш 3-бет. 6-9 Буби. Так, тук-бот нас 3-бетит. Он 3-бетит очень мало. Стэки 100 ББ. Общий 3-бет у него меньше 4%. Процентов, так что. Валетов мы спокойно без позиции выкидываем. Если особенно чел цикливо играет на послопе, что, скорее всего, и будет. Если даже мы хитим сет, мы оплату от его оверпару никогда в жизни не получим. Он просто будет сильно не добирать, но будет с отузами на послопе зачем-то подконтролить. Сухие фалопы даже во все. Так что на сет калировать точно невыгодно. А мы там сильно позади его спектра 3-бета. Вот такая вот ситуация. Поэтому валеты фолдим. С10 открылись. 4-вэй. В 4-вэй наше эквити со второй парой. Так себе. С двумя оверкартами и катшотами я решил через чек-колл сыграть. Думаю, что иногда такое можно делать. Не всегда такая рука у вас в отцебете. И если он дальше в планк ставит, то я спокойно чек-фолдю. Если не хочу чек-рейзить, то играем чек-фолда. Дама 8 это 3-бет. Двухдырочные там или несколько дырочные руки мы спокойно можем 3-бетить. Можно и калировать это. Можно вообще миксовать. Например, в коле у вас Дама, валеты, Дама 10, а Дама 8 и Дама 9 соответственно в 3-бете. Вот так вот можно составлять спектры. Руки посередине в коле, руки выше и ниже в 3-бете, а вот которые сильно ниже их. Ну, их вы либо калируете, либо выкидываете. Я тут чаще их калирую. Ладно, я что-то от того, что мне пришлось там в нескольких раздачах думать. Я, наверное, даже закончу сессию. Это для меня непривычно. Я и так тут. И так мне довольно сложно играть НЛ-50 после НЛ-10 в том плане, что тут в битве блайнда вы с регулярами должны быть очень аккуратны. Если на НЛ-10 все там играют как попало, то здесь у чуваков есть и спектры там чек-рейза, например. И нужно со всем этим считаться. Ладно, сейчас соиграем до блайндов за несколькими столами и посмотрим результат. Думаю, что я даже плюс отыграл. Я сейчас еще там тек у братишки выиграл за кадром 3-бетпотик, когда он выставился на голом блефе в 0 аутов. 0. 3-бетпоти. Запушил на мой второй цбет. У меня была тот-то пара и на цвд, а у него голый туз-8 без ничего. У меня туз-король на оборде и король и у меня фд до короля. Туз-3 мы чекнули бехай на флопе, а тут собирать не с чего, терн. Валю-бет и на ривере смотрим. Может быть еще одна ставка. На такой карте это обязательно еще одна ставка. тут мой за мини-рейзим у него тоже туз. Да, жалко, у нас тут не туз-9. Получился бы кулер на 200 ББ. Он бы навряд ли бы смог выкинуть. Я тут вместо мини-рейза сыграл бы Олвин. Он бы думал, думал, но все равно бы скорее всего заколировал. Потому что фулл-хаус хобби игроки обычно не способны выкинуть. Тем более сильный такой фулл-хаус. Ладно, посмотрим результат. хм2 конечно такой тормозной по сравнению с хм3. У меня он состоит на SSD диске. Компьютер более-менее мощный. Я недавно собирал. Оперативка быстрая, все нормально. Ну вот, что-то выиграл. красная линия ушла в минус из-за того, что я там повыкидывал. Ну, сато синие в плюсе. Выиграл несколько боинчиков. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...